короче среда здравствуйте лень было придумывать заголовок потому что на самом деле сегодня действительно есть о чем поговорить есть и противоречивая информация есть информация такая свеженькая но начнем все по порядку не будем не будем начинать с паники начнем таких более экономических сообщений за предыдущий день произошел самый большой самый продолжительный самый сильный самый объемный рост доллара 4 апреля но практически за все за последний месяц доллар начал расти доллар начал расти против всех остальных основных валют где я смотрю доллар есть индекс доллара на сайте bloomberg есть соответственно индекс декса есть фьючерс доллара на сайте финвиз а там вы можете посмотреть индекс доллара увидите что он начал постепенно восстанавливаться в этот же момент соответственно падает немножечко евро падает немножечко иена но для этих стран принципе совершенно неплохо что доллар восстанавливается а все почему а все потому что вчера вышла инфляция чуть-чуть даже выше чем ожидалось кстати уточнение немножечко да вот мы все разговаривали про core cpi это без учета цены энергоносители и еду и по изучав непосредственно данные которые выходили я пришел к выводу что инфляцию как раз вот это удорожание этого cpi до этого индекса дал дали цены на бензин далее цены на медикаменты и далее плата рента рента как бат продаж от сдачи наема жилья как бы самые такие самые такие показатели которые повлияли все таки что инфляция выросла и получается теперь все всегда всю жизнь в америке было цены на бензин высокие это плохо теперь у нас другая как бы догма получается что драк цены дрожающие цены на бензин это хорошо потому что это подстегивает инфляцию это позволяет как бы экономики развиваться это позволяет не засиживаться людям с деньгами средства своих карманов чтобы они тратили в японии вышел хороший ввп вышел достаточно неплохой ввп и за счет этого рынки снизились почему они снизились на хорошему потому что если выходит хорошие то банк японии не будет проводить интервенции не будет поднимать налоги и перспектива ближайшие политики она опять вот монетарно она нарушена то бишь ожидали одно а тут бах немножко подскочил ввп и чуть переделать непонятно опять придется что-то ждать но не так наверное это важно как важно то что в китае за апрель цены на жилье выросли 12 процентов 12 процентов это уже нам говорит о том что на рынке жилья в китае об этом было много сообщений но сейчас конкретно да когда в месяц жилье дорожает на 20 процентов это нам говорит о том что формируется бабл пузырь и он находится достаточно в близких границах максимальному и в любой момент может лопнуть один пузырь лопается лопается другой пузырь третий банки все перекредитованные денег очень много долг китай зарастил за последнее время достаточно сильно и поэтому ну оттуда конечно удар в спину всегда можно ждать ребята пожалуйста пришли рабочие короче нюхают вентиляцию вообще какой какая-то жесть сбили меня сообщение так вот вчера опять же видео я говорил что какие-то опасения о том что ставку может могут можно поднять посмотрев на как будет реагировать на инфляцию облигаций 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 снижалась облигаций снижались да и доходности по ним начали расти причем разница между двухлетками и десятилетками минимальная за очень очень долгое время это не очень хорошо для всей индустрии в целом и вчера еще помимо того что облигаций нам показать что вероятность ставки могут повыситься в ближайшее время выступала феда фед уильямс и фед локхарт локхарт это по моему сан-франциско а вильямс атланта или наоборот ладно неважно в общем они выступали они сказали что мы как бы ожидаем что два-три раза в этом году ставку еще поднимем а также они сказали что если в два-три раза мы поднимаем ставку в этом году значит еще три-четыре мы поднимаем 2017 да вы понимаете что став по один раз не примерно цикл повышения ставку цикл снижения ставок цикл повышения ставок и после вот этих сообщений после выхода инфляции после соответственно небольшого падения облигаций вероятность если посмотреть на сайте cme fat for future rates то вероятность на декабрьское повышение уже составляет 65 процентов на июньское если не ошибаюсь по 12 или 19 небольшое но вы понимаете да что любые новости они будут соответственно эту вероятность повышать и если сейчас никто не ожидает то на рынке дар для рынка это даже наверно плохо потому что рынок деньги ну рынок целыми деньги инвестор они не любят сюрпризы то бишь если все у вас плохо но скажите им ребята вот у нас все плохо как бы все начнут перетряхивать свои портфели у них будет время для того чтобы выстроить стратегию когда вы им было бы говорите да ну все-таки мы наверно в июне повысим да или там мы все-таки в июле повысим начнется паника паника как бы для нас хорошо ну в целом для мировой экономики наверное не очень хорошо рынок китайский находится на двухлетних минимумах топчется там но вот первый индикатор то что китай скорее всего продолжит падать это что цены на медь а мете соответственно всегда является индикатором таким опережающим развития до или замедления они продолжают снижаться продолжают снижаться практически камнем летят вниз и наверно это все таки скажется да на рынке китая и в целом рынке американской потому что он постепенно будет перезакладывать как бы другие приоритеты из отчетов сегодня интересные по новости по акциям а goldman sachs сделала апгрейд теслы покупать и поставила ей за что за шесть месяцев компания тесла вырастет на 22 процента во первых они там допускали определенную вещь то что сейчас акции вроде как могут упасть но в целом за шесть месяцев будет 22 процента для высокотехнологичных компаний которые огромный шон ты short interest непонятно куда развиваться непонятно какая бизнес-модель который не генерирует никаких денег 22 процента это ноль то есть я как инвестор хочу вкладываться в компанию тесла как когда она выдает дает апсайд какой-то не знаю 100 процентов 500 процентов 800 процент я рискую ребята я рискую вкладывая туда деньги в киа тесла а goldman sachs на грешность тесла может вырасти 22 процента этот апгрейд на самом деле даунгрейд когда какой-то акции ставит таргет то лишь куда она теоретически может прийти через какое-то время вы всегда должны воспринимать этот таргет как потолок здесь потолок всего 22 процента потолок очень маленькое расстояние и мне кажется что акции тесла не так там вчера тусовались в районе минимума уже тестировали свою поддержку какую-то да зону сейчас на премаркете они ну да на премаркете они два процента в плюсе были наверное там три с копейками но это мне кажется short opportunity short opportunity что это на того что рынок американский начал снижаться на премаркете это short opportunity можно в принципе стримаркета продавать это всю тему 22 процента это совершенно несерьезно еще был отчета у компании таргет таргет это один из крупнейших ритейлеров таргет по крупному обосрался закатал гайденс не заработал денег хотя онлайн продажа у него выросли там тоже в районе 20 процентов но тем не менее это никого не волнует когда ты не зарабатываешь день когда ты гришь инвестором что в будущем ты не сможешь заработать деньги получается так что компания падает по моему же на 10 10 10 7 7 и 8 7 и 8 сейчас падает на грубо говоря 8 процентов и падает она до своих минимумов до своих минимумов 2000 и так понимаю шестнадцатого года и все ритейлеры так или иначе будут соответственно идти за таргетом сегодня еще отчитывал салову хотя читался хорошо home depot отчитался так себе до walmart уже тусуется внизу кстати вот home depot исчез на я даже не посмотрел ну да вот минус один процент как бы ничего сверхъестественного ну и напоследок напоследок ребята я вам хочу сказать то что может быть даже рынок не упадет может быть мы все умрем но если серьезно в японии вчера было землетрясение было достаточно небольшое 7 баллов по шкале риктера но изучив это землетрясение они вот тут все это вот агентство которое занимается землетрясениями институт они все собрались и пришли к выводу что в течение 30 лет произойдет землетрясение в японии одно из крупнейших которые происходят раз в 150 лет которая вызовет цунами высоту волной 30 метров которая пойдет на токио на ядерной электростанции на заводы и ориентировочно принесет убытков на 2 триллиона долларов и возможное количество погибших людей 300 тысяч человек вот такая вот штука прочитал на самом деле вообще в шоке странно что это практически нигде не освещается нашел если кому интересно это на financial times может посмотреть там достаточно большая статья я буквально несколько раз взял я обычно это негатив верить но господи с этим же придется как-то мириться это же ученые они все это рассчитали и есть определенный цикл этих землетрясений самое интересное что я сразу невольно вспомнил что вообще в мире еще вот такие сообщения какие есть в сша это еллоу стоун там грубо говоря есть гейзер это старая старина олд фейсвелл как называется то бишь там сейсмическая активность очень серьезно и все это может разлом долины сан-андреас еще какая-то жесть в общем тоже предрекают скорой как бы конец америки то что земля немножечко бунтует от того что мы на ней производим дальше средняя азия африка из-за глобального потепления температура там уже становится непригодна для жизни и поэтому в обозримом будущем люди оттуда будут уходить будут переселяться в Европу как правило да лучше чем же в россию сюда ехать в Европу поедут и будет тоже массовое переселение тоже какая-то определенная катастрофа нас ждет в течение следующих 30 лет и что мы должны сделать с вами мы должны попробовать зашорлать амазон сегодня еще раз еще раз попробовать возможно купить волатильности хотя рынок американского не определился вчера вырос ой позавчера вырос процент упал процент но тем не менее я остаюсь в торгах акции VRX я торгую акции VRX вчера торговал сегодня торговал об этом можете смотреть на твиттере также о других позициях которые буду брать также в твиттере twitter.com слэш а радченко один ну и до завтра пока